Всем привет! Добро пожаловать на канал ProBlog и в офис Adobe. Меня зовут Виктория Бородина, рядом со мной Артим Богданов. В прошлом выпуске мы говорили о твоем бизнесе, который в какой-то момент закончился, и как ты себя искал в этот момент, почему выбрал UX UI Design. И, естественно, мы говорили об этой области и о работе в Adobe. Сегодня мы продолжаем тему UX UI Design, работы в Adobe. И будем говорить об учебе в Гарварде на Computer Science, и, конечно же, о твоем новом бизнесе, и немного пофилософствуем в конце. В общем, планов много, продолжайте смотреть. Если не посмотрели предыдущий выпуск, загляните в описание к этому видео, там вы найдете ссылку. Расскажи о тех проектах, которыми ты гордишься, и проектах, которые ты провалил. Таких проектов, чтобы я прям гордился, у меня нет. У меня, наверное, такого чувства гордости, честно говоря, никогда не возникало. Может быть, потому что не было причин для этого. Не знаю. Было такое, что приятно. Приятно, когда что-то получается. Приятно, когда что-то идет, и это имеет какое-то влияние на большое количество людей. Ну, а может быть, тогда проекты, которые тебе больше всего запомнились, или были наиболее интересными для тебя? Ну, вот мне было интересно строить Help Center, то есть это информационный центр для Magento. Там задачи были интересные, надо было снизить количество тикетов, то есть количество людей, которых контактируют, поддержку пользовательскую. И были четкие задачи, было понятно, как измерять удачу или провал. То есть очень часто нету точного понимания, как измерить. То есть ты хорошее решение нашел или нет. Тут было прям понятно, и потом мы смотрели, сколько было до и после, и получалось так, что проект получился удачным. Ну, может, цифры какие-то? Ну, цифры не могу, но могу сказать, что там, грубо говоря, на четверть снизилось количество запросов на Customer Service. Я просто пытаюсь избегать англоязычных слов, допустим, Information Architecture. То есть архитектура информации даже не в плане элементов, а в плане самой информации. То есть content management, куда располагать, как найти информацию. Потому что когда у тебя очень много информации, которую там пользователь потенциально может быть заинтересованным, чтобы найти, и нет четкого понимания намерения пользователя, когда он приходит на страницу, как у тебя есть, допустим, допустим, если ты в e-commerce, когда человек приходит на страницу продукта, ну, в зависимости, там, если играет ли визуальная часть, там, серьезную роль в продукте или нет, там, если дату, там, допустим, медиу выставляешь, там, на самую, ну, на самый показ, да, то есть ты выделяешь себе самую большую часть страницы. Если это техническая часть, то там какие-то технические спецификации. А в хелп-центре это такой онлайн-поддержки, ты не знаешь, потому что там, ну, разные проблемы у пользователей могут возникнуть с разными вещами. То есть у тебя очень большую роль играет search. То есть ты вставляешь search, и потом какие-то там по историческим запросам, там, начинаешь как-то делать, то есть персонализация играет очень большую роль. Ну, и так далее. И там есть много подводных камней, где можно споткнуться. Допустим, тебе кажется, что почему бы это как-то не сегментировать, почему бы не создать категории вопросов. Но когда мы тестировали, мы поняли, что очень часто пользователи, ну, мы давали им задачи, допустим, вот тебе нужна, вот у тебя такая проблема, вот куда ты пойдешь ее решать. И когда мы видели, куда пользователи шли, решать ее, и это варьировалось в каждом пользователе, то есть очень было трудно даже найти какой-то паттерн в поведении, мы поняли, что как-то сегментировать, ну, по тем критериям, которые мы сегментировали, это не самое правильное решение. Ну, и так далее. И потом, когда мы все-таки выкатили продукт, получилось так, что мы начали измерять, понятно, что, и мы измерили, и в итоге мы остались тем, что количество запросов в customer service через какое-то время начало снижаться. И вот дошло до четверти. Ты не рассказал о проектах, которые ты провалил, или, может быть, ну, вот этот проект я хотела спросить у тебя о тех проектах, в которых пошло что-то не так, но, собственно, у вас... В этом, да. Ну, а вот были ли проекты, которые ты вообще провалил? Ну, вот свою компанию я провалил, как конкретно. Ну, и как UX-дизайнер. Как UX-дизайнер, а. Ну, поэтому тестировка и нужна, потому что обычно таких прям серьезных-серьезных провалов не происходит. Они очень часто могут произойти с технической части. То есть те, кто... Ну, инженеры могут что-то там багов наколотить. На них катишь бочку. Ну, как бы это... Ну, то есть правда так, да. С зайнерской точки зрения, ну, вот это, допустим, да. То есть мы были уже в достаточно поздней стадии, когда мы поняли, что категоризировать информацию, как мы категоризировали, это неправильное совсем решение, и это затянуло проект. То есть тоже своего рода провал. В чем, на твой взгляд, основная разница между проектированием адаптивной версии сайта и мобильного приложения? Вопрос от подписчиков. Ну, разница в том, что понятно, что приложение, оно как бы... то есть большая часть его уже на твоем телефоне. То есть приложение, ну, всегда будет, наверное, работать лучше, чем мобильная версия веб-сайта на твоем телефоне. Ну, опять же, если ты делаешь MVP, допустим, тебе, может быть, заморачиваться там сильно на приложении не нужно. Ты можешь использовать какие-то там React Native или там PhoneGap, то есть какие-то быстрые решения, чтобы сделать, захакать. UX-дизайн, на самом деле, это достаточно недавно такая область вообще появилась, да? Люди поняли, что это важно. И чтобы быть в тренде всех технологий вообще и трендов, собственно, нужно где-то черпать информацию. Вот поделись своими ресурсами, где ты ее черпаешь. Мне подписано очень много всяких блогов. Ну, парочку, назови своих любимых, может быть, книг. А блогов, вот, что тебя вдохновляет? Ну, я бы себе написано, там, Брэд Фрост, человек, который придумал Atomic Design. Он постоянно что-то постит интересное. Из книг Don't Make Me Think. Не делай так, чтобы я думал, да, если перевести ее на русский. Написал ее Стив Крак. Смысл весь в книгах, что дизайн должен быть интуитивным и знаком для пользователя. Даже в General Assembly нам много говорили, что не будьте слишком креативны с навигацией. Эта книга как бы разбивает детально, почему дизайн должен быть интуитивный, и почему очень важно фокусироваться на каком-то главном действии и его четко выделять. Мне кажется, каждому дизайнеру нужно прочитать эту книгу. Потому что если мы говорим какой-то абстрактный дизайн, чтобы понять дизайн, какой-то такой абстрактный, большую картину дизайна, то есть книга «The Shape of Design», написал ее Фрэнк Кимера. Он не обязательно прикрепляет дизайн к веб или к софту, он говорит более какими-то такими абстрактными терминами и приводит интересные примеры о том, как нужно думать о дизайне, что есть дизайн и не заморачивается по каким-то сферам, отдельным дизайном. Интересная книга. Нас же, наверное, каких-то, ну не кумиров, но каких-то авторитетов жанра для себя подобрать. Есть, понятно, что есть Джонатан Айв, который главный дизайнер в Аппле, потому что Аппл все-таки сделали очень много классных решений с мультитачем, с большим экраном и так далее. Дитя Рамс. Кстати, Джонатан Айв черпал свое вдохновение как раз-таки у Дитя Рамса, человек очень интересной биографии. И он был главным дизайнером компании Браун долгое время, сделал очень много классных hardware устройств. У него есть даже 11, по-моему, 11 законов хорошего дизайна. Ну и там разные подходы к дизайну. То есть, не делай дизайн трендовым, дизайн должен быть вне зависимости от времени. Опять же, в дизайне не должно быть много шума. Хороший дизайн – это как можно меньше дизайна. И даже если ты будешь сравнивать Аппл продукты и продукты, которые Дитя Рамс сделал, вот в плане именно визуального, они очень-очень напоминают друг друга. Интересно. Если говорить о конкретных продуктах… Ссылка в описании. Ну что? Я уже пошла за ссылкой. Да. Ты не терпится. Так вот, мой вопрос заключается в том, что я хочу, чтобы ты назвал какие-то конкретные продукты, которые ты считаешь очень крутыми с точки зрения UX дизайна. Трудно, вот, как говорится, с UX дизайном очень трудно, потому что определяет хороший UX дизайн от плохого – это все-таки аналитика. То есть, когда ты видишь какие-то KPI, я не знаю, как это на русском языке. Да, ну это так и есть, KPI так и называют. То есть, какие-то аналитические показатели, которые показывают, что этот продукт успешен каким-то критерием. Без этого, ну, я могу сказать, с визуальной, что мне понравилось. Ну, давай, да, с визуальной. Airbnb, пусть будет iOS, WiccInn сайт, Adobe сайт, Magento сайт. Я недавно был на веб-сайте Polaroid, у них два веб-сайта есть. И один такой, как бы, грустный веб-сайт, а второй классный веб-сайт. И вот на классном веб-сайте все очень, ну, очень грамотно, прям, вот, приятно скупаться. То есть, во-первых, приятно визуально, потом ты когда выбрал, ну, я выбрал себе вот фотоаппарат Polaroid, сразу мне начали предлагать картриджи, там я приобрел картриджи, все это происходит как-то так, знаешь, очень легко и ненавязчиво. Даже выбор фотоаппарата, так, категоризация и визуализация очень, ну, так, классно прям подобрано. Я прям кайфанул. Чек-аут очень классно прошел, то есть, ну, вот веб-сайт Polaroid. Отлично. Все за Polaroid. И последний вопрос вот про UX, UI и дизайн. Это вообще, как, на твой взгляд, будет развиваться в дальнейшем UX дизайн? Вика, ну, сложно сказать. Вернее, невозможно. Ну, давай, знаешь, как даже так, как бы ты хотел, чтобы он развивался? Что бы ты хотел вот в этой области? Ну, вот если, как я хотел бы, я недавно сидел на встрече дизайнеров в Adobe, и один из дизайнеров сказал, что, ну, такую интересную мысль он поделился, сказал, что раньше дизайн был, пусть немножко даже глупый, нам сейчас, да, как бы кажется, потому что вылазили женщины, которые там что-то нам объясняли, вот куча анимаций, звуки какие-то были. Но было очень много креатива, потому что было непонятно, как правильно, и поэтому люди креативили, они пытались понять, как правильно чем-то привлечь и выделиться из общей массы. А сейчас все дизайны, ну, большинство веб-сайтов, они очень похожи. Да, там есть, допустим, Гамбургер-меню, который используется на всех мобильных приложениях. Есть там верхняя навигация или там боговая навигация, и вот все, в принципе, одинаково. И опять же, вот книга «Don't make me think» она в какой-то степени продвигает отсутствие креатива. Ну, может быть, не отсутствие креатива, но когда мы говорим про интуитивный дизайн, мы говорим про дизайн, который должен быть тебе по большей части знаком. То есть, если ты знаешь, что Гамбургер-меню ты видел в сто раз до этого, и ты знаешь, что там примерно тебя ожидать, то понятно, что для тебя это более интуитивный опыт, нежели если ты как-то по-другому сделаешь, и пользователям надо думать, что это значит. Но с этим пропадает какой-то креатив, и мне хотелось бы, чтобы все-таки было больше креатива. То есть, были какие-то новые интересные решения. Ты уже взрослый парень, ты работаешь ее XEI-дизайнером в Adobe уже два года. У тебя все стало достаточно стабильно, ты разобрался в этой специальности. И, в принципе, все идет хорошо, достаточно много времени, я думаю, остается у тебя на то, чтобы посвящать его своему бизнесу. Почему ты себе придумал еще такое занятие, не знаю, можно ли это назвать развлечением, потому что это очень тяжело, но почему ты поступил в Гарвард? Ну, на это есть несколько факторов, которые повлияли. Наверное, самый главный фактор – это то, что мне очень интересен искусственный интеллект. Там есть много видов его, да. В данном случае мне интересен сейчас machine learning, deep learning, и специальности, на которых я учусь, то есть это джоинт-программа, бятчера будет в Computer Science и Мастерс. В Data Science – это как бы две прямые на получение достаточно глубоких знаний в этой сфере. Другой фактор, который мне тоже, кажется, повлиял, это то, что оба мои родителя, они кандидаты наук, отец экономических, мать исторических, у меня у брата два больших образования, у меня дедушка, профессор был. То есть, пусть это так, что как бы все в семье, как бы у всех образования. Ну, ты решил закрыть гештальт в семье. Да, мне надо закрыть эту страницу. Я не знаю, если закрою или нет, если честно говоря, потому что мне некоторые классы прям очень сложно даются. Я не знаю, если я дотяну до конца. Ну, я надеюсь, что дотяну. И, наверное, третий фактор – я не вижу себя в долгосторочной перспективе как наемным работником, в данном случае дизайнером. То есть, я думаю, что… Ну, я чувствую, что это какой-то у меня временный этап в жизни, который мне интересен, но я не планирую вглубляться в это на уровне эксперта или там строить всю свою жизнь вокруг этого, если честно. Опять же, я не уверен, что это хорошая идея говорить на камеру, но у нас у нас такой откровенный разговор. Откровенный разговор. Спасибо тебе за откровение. Смотри, я немного забегу вперед, потому что мы еще поговорим о твоем бизнесе, но сейчас мне хочется задать этот вопрос, прежде чем мы поговорим об учебе в Гарварде. Все-таки ты уже был, ну, не знаю, CEO, был ли ты, да, в своей компании. У тебя есть определенные навыки в маркетинге, есть навыки, наверное, как продакт, не знаю, менеджера, да. Почему вот ты, желая создать свой бизнес в будущем, идешь в техническую профессию? Ты считаешь, что это важно, чтобы, допустим, наверное, ты будешь CEO? Я почему спрашиваю, потому что я знаю, что у тебя есть партнер на данный момент, да, который как раз-таки отвечает за техническую сторону. Зачем тебе это? Честно, я очень часто это слышу. Ну, то есть очень часто там, ну, несколько людей уже спрашивают этот вопрос. Мне кажется, что на самом деле в 21 веке, да, все будет вокруг технологий. То есть любая компания сейчас это технологическая компания, потому что все приходит в цифру. И иметь техническую подкованность, мне кажется, сейчас это очень важно, а в дальнейшем это будет еще более важно. Это если вот так вот. С другой стороны, мне нравится заниматься продуктом. То есть мне нравится создавать продукт, мне нравится разбираться в продукте. И я это понял, вот, будучи, когда я еще работал в ТКАЗе, да. Даже если, как бы, ну, я очень много времени тратил на маркетинг, но я также очень много времени тратил на придумывание всяких новых решений, очень много которых решений были провальными. Но все равно вот какой-то вот интерес к этому у меня был. И опять же, к искусственному интеллекту. Мне просто неинтересно это. То есть мне вот просто вот интересно, я хочу в это идти. И кто-то может, конечно, сказать, что как бы уже поздновато туда нырять. Ну, я не знаю, мне кажется, что если не ставить себе границ, то их может и не существует. То есть можно туда зайти. Я не буду лучшим программистом в мире или там лучшим экспертом в искусственном интеллекте. Я думаю, что можно развить такое понимание и навык, который будет достаточен для работы с этим и даже созданием чего-то интересного и важного использовать эти технологии и этот навык. Позиция твоя понятна? Расскажи тогда о том, как ты выбирай университет. Точнее, мне интереснее даже узнать про программу. Потому что я, насколько знаю, тебе учиться сколько? Три года? Да, но я перевел кредиты со своего предыдущего учебного заведения. Из того, что ты еще в России получил? Я кредиты перевел оттуда. Я могу рассказать, в принципе, про поступление, про программу. Да, конечно. То есть это будет джоунинг программа. Я говорю, будет, на самом деле она уже есть. То есть это джоунинг программа. Bachelor in Computer Science, Master in Data Science. Поступление происходит в зависимости, где ты есть. В моем случае надо было сдать TOEFL выше 100. Есть внутренний гарвардский экзамен по-английскому. И тебе еще нужно взять класс по-английскому и пройти его с A или B. Это в части английского языка. И вот этот класс, который, кстати, надо брать, называется Academic Writing and Critical Reading. Мне прям было вот очень сложно. Потом, помимо этого, надо взять еще два класса. Тоже пройти XA или B. И еще нужно сдать математический класс. А это 5, правильно? Да, A это 5. И еще надо взять экзамен по математике. У всех по-разному. А кому-то, может, надо сад брать тоже. То есть в моем случае это было так. То есть я прошел, у меня заняло полтора года поступление. Поступление полтора года. То есть на подготовку на TOEFL и на... Ну, TOEFL это не совсем трудно. Ну, больше 100, да. То есть тебе надо быть немножко более подготовленным. Как выглядит учебный процесс? Поскольку мы сейчас находимся в Кремниевой долине, да, сидим в офисе Adobe, а мы, очевидно, знаем, что Гарвард находится в Бостоне, в Кембридже, да. Это удаленная учеба? Как это происходит? Половину курсов программа позволяет брать отдаленно. Это один из важнейших факторов, кстати, почему я выбрал именно Гарвард. И половину, получается, ты должен приезжать. Это приезжать нужно в летний период. В любой период, то есть разница. Ну, я был летом в Гарварде, ты знаешь. Как тебе удается совмещать? Ты берешь на это время отпуск, когда тебе нужно там присутствовать? Я работаю на расстоянии. То есть ты так договорился, что ты можешь? Да, на самом деле вот мне очень повезло в этом плане. Мне вообще везет. Везунчик, только с компанией не поверла. С компанией не поверла, да. Я все лето учился здесь. Я планирую следующую осень тоже в Гарварде. То есть в Кембридже быть. Ну да, вот компания мне позволяет работать на расстоянии, когда мне нужно. Ну, плюс, насколько я знаю, некоторые компании еще и оплачивают какую-то часть учебы. Да, и моя компания оплачивает тоже. Ну да, они же заинтересованы в том, чтобы человек развивал своих сотрудников. Не все они покрывают, потому что учеба относительно недешевая. А цифры можешь назвать? Ну там в зависимости, сколько классов берешь в год. Может дойти до 60, если ты прям... Ну, если учиться... Да, если прям учиться. Сколько получают сотрудники Adobe? Ну, в зависимости от позиции. Я понимаю, что все, кто работает в корпорациях, они не имеют права озвучивать там свои зарплаты, потому что кому-то столько платит, другому столько. Но вопрос, который я всегда, часто задаю, это после всех расходов ежемесячных, да, таких основных, сколько процентов зарплаты у тебя остается? После таксовой зарплаты. Ну, где-то процентов, может, 20, если как бы экономить. А если не экономить, то все? Ну, то 10-15. Хорошо. Ну, на самом деле я сейчас подумал, 20, потому что, да, ну, где-то 20% остается. 20%? 20%. Хорошо. Тогда о Гарварде. Учеба дорогая, учиться сложно, но что она тебе даст? Вот помимо того, что ты будешь понимать, ну, ты же можешь пойти вот в любой университет, не знаю, есть же тут попроще университеты, там, какой-нибудь, какой-нибудь в Сан-Хосе, да, есть университеты, которые точно так, да, даже вот комьюнити колледжи, которые здесь есть, они тоже могут тебе дать какое-то понимание техническое. Как ты считаешь, вот эта инвестиция в образование, насколько она отбивается потом здесь, в Америке? Я имею в виду, что, ну, ты понимаешь, да, вопрос? Ну, одна из моих задач была, это суметь позволить себе не брать кредит на обучение, то есть попытаться не влазить в долг с обучением. Насколько оправданно? Неизвестно, то есть время покажет. Я думаю, что можно на самом деле, сейчас еще такое время, как бы компания уже сильно не парится по поводу образования, ну, если только ты там не идешь в Data Scientist, там почему-то до сих пор, как бы, Мастерс или PHD тебе нужно иметь, чтобы быть Data Scientist, там. Ну, а так в основном, как бы, никто сильно не парится, все смотрят на навыки, что ты умеешь. Даже вот в Адобе есть программисты, менеджеры, которые там не имеют высшего образования. У меня даже знакомые, по-моему, даже нету high school образования. То есть, как бы, он хороший программист, это ему не мешает зарабатывать, как бы, хорошие деньги, работать здесь. Вообще, вот такие, как бы, топ-университеты, это интересный вопрос, стоят ли они свои денег или нет. Что стоит, что можно, как бы, привести, как аргумент, что стоят, это ресурсы. Все-таки ты имеешь доступ, ну, понятно, к нетворку, людей, которые там уже тоже обучаются. Также есть, ну, куча всяких митапов, на которые ты становишься, ну, вхожим, потому что, и там, опять же, это вопрос нетворка, да. Есть такая вещь, как Harvard Innovative Lab, или Harvard Innovation Lab. Ну, смысл в том, что проводится, то есть, ты можешь какой-то сделать стартап, и тебя Harvard продвигает, и там даже производится розыгрыш, там есть президентский выигрыш, то есть, ты можешь выиграть какие-то деньги, и, ну, и инвесторы очень, как бы, открыты к инвестированию стартапов, которые вышли из Harvard Innovation Lab, ну, и так далее. Просто много ресурсов, и как-то ты подходишь тоже к этому, может быть, это психологический момент, но ты подходишь как-то более серьезно к учебе, ты, как бы, ну, как бы обучаешься в таком университете, и на тебе это какие-то, ну, возлагает какую-то долю ответственности, потому что ты не хочешь, понятно, терять деньги, которые ты платишь за этот университет, и, ну, еще как-то не хочется его бросать, то есть, я не знаю, если закончу его или нет, то есть, время покажет, потому что, ну, ты знаешь, то есть, может возникнуть какой-то интересный проект или что-то, что меня зажжет, ну, как бы, ну, вот потому что это все-таки Harvard, и потому что так сложно было туда попасть, и потому что так сложно там учиться, то есть, мне хотелось бы это как-то вот бросить на полпути. А расскажи о предметах, которые заявлены у тебя в программе. Ну, наверняка ты же знакомился с программой. Ну, ты имеешь в виду какие-то обязательные предметы? Да, обязательные. Ну, там есть, ну, там мне надо взять, допустим, несколько intensive writing, то есть это предметы, где мне нужно интенсивно писать что-то. Очень много классов, которые обязательные, я их списал со своего перевода. У меня в основном все классы, они, как бы, такие, которые я сам набирал, уже были по программированию, то есть Data Science. А что ты уже брал по программированию, что-то же ты начал? Я взял три класса, то есть, первый это был класс по Python, то есть Python и Data Science. Второй класс это был Web Programming with JavaScript и Python. вот летом, который я брал на кампусе, очень сложный класс сдался. И третий это вот осенью, тоже Web Programming, но он немножко такой более углубленный в плане Web Programming. И мы также там охватили там PHP и там несколько там дополнительных фреймворков. И, кстати, осенью класс был такой не очень сложный по сравнению с летним, потому что летний он прям вот прям жара был. В первой неделе нам дали там HTML, CSS, SAS, Bootstrap и Git. Опять же, для программистов это кажется немного, но когда ты не имеешь технического background, то есть столько новых технологий в первую неделю, это сложно. Потом на вторую неделю у нас было там Python, Flask, я не помню, там, по-моему, Socket.IO и там еще что-то. Потом третья неделя там API, там ORM, то есть там работа с Databases, там Postgres, SQL, Alchemy, потом опять же, кей JavaScript, Django. Ну и все это вот, потому что еще летний курс он такой сжатый. То есть получилось так, что очень такой высокий темп был и много информации в тебя кидают. И с программированием, ну вот в отличие от, в связи с отсутствием лучшего примера, я приведу, не знаю, классом истории, где тебе не нужно понимать концепт. В программировании или там в математике, иногда тебе нужно сталкиваться, и ты не можешь понять концепт. То есть тебе нужно понять. И есть такая вещь, что ты, ну, не знаешь, как долго тебе займет, чтобы понять концепт. Вот реального понятия. Ну, конечно, можно как-то пробежать это вот для оценки, но раз ты уже как бы тратишь на это время, хочется все-таки как бы углубляться и понимать, и как-то все это, чтобы потом можно было переиспользовать. И, ну, прям было вот очень сложно. Я предлагаю тогда переключиться на... Для меня было сложно. Я уверен, что для многих людей, кто тебя смотрит, это... Как семечкой пошел. Да, это может быть намного легче. Я не думаю. Но я предлагаю переключиться на твой бизнес сейчас, который ты начинаешь. Ну, он еще... Это не бизнес, а это просто. Да, ну, начинание, да. Расскажи о том, что это такое. Я знаю, что история тянется еще с того твоего бизнеса, да. Расскажи о сути. Вот до этого мы говорили про MVP, мы говорили про design thinking, и, получается, как-то я немножко противоречу ну, вот этим концептам, методикам продвижения и разработки продукта. Потому что вот этот проект у меня действительно длится очень много, и на это популярило много факторов. Ну, вот последний был такой важный фактор, это то, что Facebook очень... Ну, попадал в череду скандалов. Был Cambridge Analytica скандал, там с выборами был скандал, да, то, что там проплачивались, там, реклама и так далее. Я знаю, что у меня разработка в Москве, ну, мы тоже как бы переживали насчет этого, то есть как сейчас будет относиться к... Давай о продукте расскажу, потому что, мне кажется, люди не понимают вообще, почему я в эту сторону пошел. Ну, продукт — это автоматизация, менеджмента социальных сетей для e-commerce магазинов. То есть это такой, как бы, social media management assistant для e-commerce магазинов. Что программа делает? Она собирает данные из разных ресурсов, включительно магазина, ну, там, YouTube, Vimeo, потом с твоих социальных сетей собирает данные. Собирает данные также просто с интернета по каким-то ключевым кейвордам, которые ты определяешь в программе. То есть она может найти какие-то интересные статьи, новости, ну, любой интересный контент. Она классифицирует контент по качеству. И получается такой бассейн данных. Из этого бассейна данных программа автоматически создает посты и делает дистрибуцию этих постов на разные социальные сети. То есть напоминает о бизнесе таким образом. и, по сути, как бы автоматизирует работу social media manager. Ну, вот в TechAzium, допустим, у нас были десятки страниц с десятками тысячами подписчиков на эти страницы. И посты вот реально получались, ну, на мой взгляд, ну, не только на мой взгляд, как бы аналитика показала, что люди, они реагируют на эти посты. То есть очень высокого качества. Это не однообразные посты. Это посты, там, это могут быть новости, это могут быть статьи, это может быть какой-то видос, это может быть какой-то пост о продукте. Опять же, там, ну, описание поста динамически создавалось, хэштеги динамически как бы создаются. Все как бы динамически, все так живо. То есть коператорам нужно бояться? Ну, а потом, вот, фейсбук сейчас начал изменять API, и это подсоединил он выпуск программы, потому что многие вещи, которые мы себе позволяли, они сейчас, как бы, фейсбук запретил. И для нас стал вопрос, то есть, или просто, ну, как бы, закрыть проект, или что-то изменить в этом проекте. И мы решили изменить в проекте, потому что очень, ну, как бы, много уже было сделано. И мы хотим сейчас это все, как бы, перенаправить в такую креатив-платформу, которая тебе предоставляет, опять же, собирает данные, предоставляет тебе, но это больше, как креативный инструмент, нежели, ну, условно говоря, такой автопостер. Если прям вот грубо сказать, мы из спама решили перейти в инструмент. Смотри, вот ты сказал, что разработка находится в России. Я знаю лично, опять же, твоего CTO, назовем его так, расскажи, как вы нашли друг друга, ну, потому что это достаточно такая сложная тема у людей, у одних, одни генераторы идей такие, как ты, ну, правда, ты постоянно генерируешь какие-то идеи, а есть люди технические, как им находить друг друга, вот как вы поняли, потому что вы уже давным-давно, ну, собственно, вместе как-то, и как находить, вот, коннект, на что ты обращаешь внимание? Мы встретились через через платформу cofounderlab.com, по-моему, это на тот момент была платная платформа, где вот разные технические и нетехнические люди могут встретиться и там создать какой-то стартап. Мы с Игорем там встретились, по-моему, Игорь мне написал, в принципе, я тоже очень много кому написал, как бы, ну, потому что, что как-то, я бы даже не ответил ему сразу. Динамо. Да. но потом через какое-то время я им ответил, и потом он, и как-то мы потом перешли в Skype, начали так общаться, ну, как-то сразу почувствовали друг в друге, то, что, как бы, мы можем работать. У Игоря, у меня на тот момент была очень моя компания, у Игоря тоже есть моя компания, как ты знаешь, он довольно успешный бизнес в финтеке, у него в Москве, как бы, уже давно он его развивает, он сам его создал, у него есть большие клиенты, и у него есть отлаженная команда, и, если честно, ну, вот, когда мы, ну, даже обменивались опытом, я прямо, думаю, ну, молодец, конечно, потому что, много чего, как бы, ну, я хотел бы, вот, к себе перенять, ну, то есть, как бы, я и каким-то образом даже учился, то есть, в этом плане, вот, именно в плане операционном, ну, как бы, он у нас технического, то есть, он знает джаву, то есть, он технический подклон, но он также вот в плане операционной, в такой, в плане структуры, такой, как бы, бизнес-ответственности, он очень хорошо подклон, и, ну, это понятно, что это потом отображается, там, в оценке рисков, то есть, он тоже в этом очень аккуратный, и, ну, у него просто очень много достоинств, вот как, чтобы быть с ним партнерами, и он не мечтатель, то есть, он как бы делает, опять же, у него есть компания, и он как бы имеет опыт, и вот на вот этой волне как-то с ним сдружились, и потом вот решили вместе начать вот этот проект, потому что продукт уже был сделан на тот момент, в тот момент, я не помню, мы, по-моему, даже не с этого продукта начали, да потом мы как-то к этому пришли, мы просто начали даже больше обменивались каким-то опытом, мы просто, ну, общались, а решили начать этот продукт, этот проект, а не другой, потому что было видно, ну, было примерно понятно, как развивать его, была уже технология, которая была проверена на моем бизнесе, и как-то, ну, были какие-то понятные шаги для создания без каких-то сверх, знаешь, усилий или инвестирований, или какого-то там сильно глубокого ресерча, на который, опять же, нужно время, силы и деньги. Итак, я предлагаю перейти к завершающей части, и хочу я сделать такое с философской ноткой. Расскажи, вот, если сейчас оглядываться на твой карьерный путь, каких ошибок ты бы не допустил, ну, имея вот нынешний опыт? Ну, очень много, я бы допустил очень много ошибок, то есть, я их и сейчас допускаю, ну, наверное, знаешь, как мне кажется, что вот все-таки ошибки, наверное, ну, наверное, невозможно избежать, мне кажется, вот реагировать на ошибки нужно, ну, есть такое выражение, знаешь, типа, я не проигрываю, я или выигрываю, или я учусь, все-таки пытаться как-то делать ретроспектив, ошибок, то есть, все-таки это тоже возможность, как бы, пересмотреть, почему так получилось, я пытался быть, наверное, откровенным собой, то есть, даже вот, вот моя история с Google, она тоже меня научила, то, что там, может быть, не надо было мне централизировать полностью свой какой-то маркетинг-канал и в одну, как бы, ну, зависеть от одной компании так сильно, то есть, вроде как, это, можно думать, что это Google виноват, но, на самом деле, наверное, я виноват, потому что, как бы, я этого не предвидел, то есть, мне не хватило какой-то мудрости, потом, я очень часто какие-то краткосрочные задачи ставил в приоритет над долгосрочными, опять же, когда же, как бы, жизнь, она, как бы, такая, что у нас есть краткосрочные какие-то горячие вещи, которые нам нужно решать, нужно, как-то, наверное, распоряжаться своим временем, чтобы у тебя, ну, грубо говоря, пусть 50% выходил на краткосрочные, там, 20-30 пусть уходит, на, там, среднесрочные, там, пусть 20, или даже пусть 10, но на долгосрочные, но что-то делать на долгосрочные, тем более, потому что, ну, раз философский разговор пошел, да, мы как-то, все равно стареем, наверное, в какой-то момент, мы все равно, как бы, умрем, и, то есть, это, как бы, такая вещь, которая, ну, избежать невозможно, и не хочется просто, как-то, вот, прожить, вот, как-то пусто, не хочется, или, там, ну, наверное, будет все равно, о чем-то будем, будем жалеть все, но вот хочется, чтобы меньше вот этих сожалений было, а ошибок, да, ошибок много сделал. А что касается твоей будущей карьеры, ты уже озвучил какие-то свои, какие-то свои пути, да, которые ты намечаешь, ты не хочешь быть наемным работником, да, ты скорее хочешь иметь какое-то свое дело, ну, ну, резюмируя, в какой области, чем бы ты хотел заниматься, потому что, ведь люди, в принципе, видят свое, там, не знаю, вот, допустим, до 40 я занимаюсь бизнесом, развиваю, в 40 лет я живу, не знаю, на инвестиции какие-то, да, ну, какие у тебя планы? честно говоря, я не знаю, опять же, почему я не хочу быть наемным работником, да, к примеру, опять же, я не хочу, то есть, если там надо будет, я буду, то есть, я такая сначил, потому что там была какой-то бизнес-возможность, да, то есть, там была какая-то финансовая, финансовый какой-то мотив с самого начала, то есть, мне продукт не был так сильно интересен, он мне потом стал интересен, потому что там действительно очень много интересного, можно там в термическом, в ночном виде не для себя подчеркнуть, но изначально у меня не было так сильно интересного, я просто туда зашел, потому что там была какой-то бизнес-оппортюнити, то, наверное, в будущем мне хотелось бы работать в каком-то проекте, который мне вот действительно интересен, наверное, что-то, что приносит что-то хорошее миру, это сейчас buzzword, все хотят изменить мир. Да, ну, в какой области хороший, не знаю, очищает океан от пластика, что делает? Или делает людей умнее? Ну, я не знаю, меняется мир так быстро, что я не знаю, но мне интересно будет, наверное, в какой-то момент, ну, вот что-то, может быть, с мозгом, что-то, может быть, с материалами, то есть, что-то, ну, по-любому искусственный интеллект там будет везде. Я просто, на самом деле, когда вот думаю, мне кажется, что, ну, откуда ни посмотри, везде можно все менять. Ну, то есть, как бы везде есть что-то, что можно там улучшить. Там, допустим, умный дом, да, то есть, сейчас много чего происходит, но адаптация умного дома, она не такая большая, как, допустим, мы могли бы ожидать. Да, то есть, там очень много возможностей, что-то делать лучше. Ну, понятно, что там интерфейсы, там коммуникации меняются. сейчас, допустим, появились, ну, это, там, Google Home, там, да, Apple, то есть, больше, наверное, будет идти, ну, какой-то интерфейс с голосом, потом, может быть, этот, может быть, станет интерфейс мышлением, я не знаю, то есть, мне хотелось бы, ну, в любом случае, это будет технология, скорее всего. Кстати, что касается голоса, как раз-таки, один из подписчиков тоже задавал мне этот вопрос, но я его забыла тебе, поэтому возвращаюсь к нему. Что ты думаешь по поводу UX-дизайна вот в этих голосовых помощниках? Сейчас же это такой тренд. Да, 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 голосовой дизайн, conversational, то есть разговорный дизайн, это очень классная вещь. И прям видно, что, допустим, там, иногда, допустим, разговариваешь, там даже с Алексей, даже команда, она там тебя перебивает, то есть, там много что можно улучшить. И голосовый дизайн, он такой классный, потому что, опять же, это же не только голос, это также текстовой, то есть, это чаты, и понятно, что, ну, вот недавно произошел бум чатов, да, то есть, там, Messenger, там, WhatsApp, Viber, VChat, если мы говорим про Азию. Понятно, что там очень много возможностей, и это очень, на самом деле, горячий топик в Силиконовой долине. И это не так сложно, как многим кажется. По тем вещам, которые я успел изучить, это не смотрится так тяжело. На самом деле, делать визуальный дизайн сложнее, чем, наверное, голосовой дизайн. Ну, это тренд сейчас. И последний вопрос. Я поставлю тебя в жесткие рамки. Назови одну книгу, которая, вот, тебе кажется, обязательно нужно прочитать. Причем эта книга не про там, UI, или просто дизайн, а просто, которая, не знаю, может быть, как-то повернула твое мышление. Что-то на тебя оставило впечатление какое-то? Таких книг много, слушай, я не знаю даже. Ну, пускай, хорошо, три. Парочку вспомни. Мы начнем с такого интересного примера. Есть такой парень, Оливер Сакс. Для тех, кому интересно мозг и, как бы, ну, perception, как бы perception, восприятие. Есть такая книга The man who mistook his wife for a hat. То есть, мужчина, который перепутал свою жену с шапкой. И Оливер Сакс, он нейропсихолог, то есть, как бы он изучал психологические проблемы, которые возникают непосредственно с физической точки зрения. И там он прям описывает своих клинических пациентов. И там некоторые, ну, прям такие интересные истории. И ты смотришь просто на людей по-другому. То есть, как у всех человек, который, абсолютно не имеет памяти краткосрочной. То есть, его память закончилась в 18 лет. И получается, каждая минута для него новая. И там, ну, Оливер Сакс, он такой, его много критиковали, потому что он, ну, такой немножко романтизирует все это. То есть, он не совсем по-клиническому подходит. То есть, изначально книга должна была быть, как сборник для, там, студентов, нейросайенс, кто допустим, да, или там нейрохирургов. А получилась такая, что вот она, даже вот мне, человеку далекому от этого, было очень интересно. Потому что по-другому смотришь на людей. Вот наш общий друг Иван посоветовал книгу The Mass Search for Meaning. Тоже это человек, который был, который, ну, вот, в период Второй мировой войны попал в немецкие кемпы. И он был евреем. И там над ними издевались. И там есть такой момент, когда он говорит, что там они не ели кучу, у кого-то там, то есть, снег холодно, там нету даже обуви. Они так вот валяются, как животные. И потом кто-то выбегает в комнату и говорит, посмотрите, какой красивый закат. И они все голодные. Они все устали после, там, долгого рабочего дня. Там с ним, не обращались, как с людьми. И они все встали, понарвались, пойти посмотреть закат. Ты думаешь, вот интересно, ну, что человечка психология, что даже вот в такие моменты, ну, вот, в таких критические моменты человек все равно способен воспринимать какую-то вот красоту, какую-то вот, какая-то доброта все равно остается. И третью книгу, да, ты мне попросила? Ну, можем ограничиться двумя, но если у тебя есть какая-то третья. Ну, Zero to One пусть будет там. Да, слышала. Она очень популярная, как бы, уже, помните, скидывал. Да, да. мне она просто понравилась, потому что, опять же, человек, то есть, Питер Тилда, он, как бы, тебя, опять же, толкает на какой-то креатив, на какую-то уникальность, то есть, попытаться что-то новое, или в какую-то новую индустрию войти, из индустрии вырасти, то есть, какие-то такие вот вещи, которые ты, можно же не только в бизнесе применять, даже если ты работаешь на кого-то, допустим, есть уже большие департаменты, в котором шел класс, зайти в этот большой департамент, потому что он такой. Ну, может быть, иногда лучше найти какой-то маленький департамент, который работает над каким-то интересным продуктом, который ты веришь, что может потом стать большим, и вместе с этим департаментом вырасти, допустим, если ты работаешь на кого-то. Вообще, мне кажется, как бы, ну, мы недавно, кстати, разговаривали, ну, в Тахо, когда мы день рождения справляли, о том, что находить, паттерны в разных сферах и применять их потом в их даже не совсем связанных вещах, это может быть полезная такая, как бы, полезная практика. Спасибо. Нет? Ну, правда, хочу сказать тебе спасибо за то, что поделился с твоей историей, потому что она показывает тебя, ну, сделает тебе комплимент как человека очень разностороннего, и я думаю, что этот опыт будет полезен с разных аспектов для моих подписчиков, я уверена, что многие из них думают о бизнесе, ты дал какое-то понимание и коммерс в области, да, есть люди, которые хотят заниматься UX, UI дизайнером, в принципе, просто отличное получилось интервью, как-то расширило, я уверена, кругозор и мой, и моих подписчиков, поэтому спасибо тебе на этом. Тебе, Вика, спасибо за интересные вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!